Нас было двое у отца. Дом на подобии дворца, отец. Богатый был в округе охрана, дома были слуги. Ни в чем не знали мы нужды, а с братом были не дружны. Работал брат, отцу служил, а я семьей не дорожил. Отца не слушал, пререкался, а с братом постоянно дрался. Отец-то разнимал, не сердился. И каждый раз за нас молился. Так пролетали день за днем. Я был желанием окрылен, что скоро стану взрослым я. И прощай тогда моя семья. Подслушал как-то разговор. Бухгалтер делал договор. Отец сказал имение разделить, на счет нам с братом деньги положить. Не знал, что так мне повезет. И жизнь моя пойдет на взлет. Ну, не хотел ей подчиняться и на отца во всем равняться. Такой я шанс не упущу. Сполна свое все получу. Утро не мог никак дождаться. Наследством, чтобы распоряжаться. Придумал, что отцу скажу и без дисплана ему я покажу. Деньгам, отец, я знаю счет. Мне в новой жизни повезет. Отец не стал мне возражать. Ты можешь часть наследства взять, но зачем из дома уходить? Ведь в мире будет трудно жить. Достал. Ты жизнь не понимаешь. Ну, с тобой только прозябаешь. Я молод, весел, полон сил. Вот свою долю попросил. Да хочу любить. Быть любимым по жизни, чтобы пройти красивым. Я знаю, как себя вести. Да, что мне в жизни повезти. Отец все слушал, а потом сказал, что дома его не забывал. Всегда ты можешь возвратиться. Я буду за тебя молиться. В тот миг хотел я поругаться. И легче было бы расстаться. В глазах отца увидел грусть. Подумал в сердце. Да, ну и пусть. Отец вручил мне телефон. Сказал, на связи будет он. Дал чек. И сумму указал. А я спасибо не сказал. Там денег было очень много. И вдаль звала меня дорога. Сел я в машину. А отца телефон. Выключил вскоре. Не нужен мне он. И завертелась жизнь. Круговоротом. А мне казалось, это взлетом. Друзья, подруги, череда невест. На прошлой жизни я поставил крест. Не вспоминал отца, ни брата. В карманах было много злато. За всех платил я щедрой рукой. Друзья, казалось, шли за мной. А что я видел в доме отца? Одна молитва только без конца. А здесь любовь, веселье, ресторан. Не знал тогда, что все сплошное обман. Деньгам я счет, увы, не вел. Ты друг меня один подвел. Взял деньги, бизнес начинать. Долг не хочет возвращать. Любовь менял я через день. Связать судьбу мне было лень. Зачем жениться? Надо же гулять. А в душе все чаще я хотел рыдать. Но заглушал веселье души муки. Исправить жизнь не поднимались руки. Не знал тогда, что я качусь по косогору. А мне казалось, поднимаюсь в гору. Тот бизнес-план, что видел мой отец, ему пришел не начавшись конец. Я деньги в дело не пускал. С друзьями время прожигал. Однажды в ресторане мы сидели, как обычно вкусно ели. Друзья кричали, «Эй, мы с тобой навеки». А я в подарок раздавал всем чеки. Официант сказал, «Мужик, надо расплатиться». А я ответил, «Мешаешь веселиться? Неси еды нам больше и вина. Гуляем в жизни, ведь она одна». А он подозвал охрану ресторана. Отец сказал, «Слышь, расплатись без обмана». Подвинулся к чек ближе к свету. Сказал, «На счете денег нету». «Ты знаешь, с кем ты говоришь? Ты работы с этой завтра улетишь и будешь, как простой народ». А он сказал, «Вы, сэр, банкрот. Пока я с ними разбирался, никто со мной не остался. Друзья не стали за меня платить. За должность надо погасить. На утро мне никто не позвонил, И о делах моих никто не расспросил. Поехал в банк, Играя роль, Проверил, На балансе Ноль. Я сразу позвонил всем должникам. Они сказали, «Эй, выбирайся сам, твои все деньги прогорели, Их с банка снять мы не успели». Невольно я заволновался. А выходит, что? Без средств осталось? А где друзья? Ну, а где подруга? И засвистело сердце вьюга. За новый дом мне надо заплатить, Долг за машину срочно погасить. А тут счета из ресторана Похмелья наступила очень рано. Не знал, что время повернуло вспять. Хотел я громко закричать, «Предатели вы все, а не друзья!» Впервые вспомнилась семья. Лишился дома, за долги забрали, Машину на стоянку отогнали. А тут знакомую одну убили, А меня в убийстве обвинили. Я шел по городу, Хотелось есть, на сердце грудь сплошная месть, Всех ненавидел. И подъехала машина. Выходит из нее один мужчина, Проверил документы, Что-то спросил, И силой за руку в машину потащил. «Эй, говорит, что ты задержан, На три дня должны дать выкуп за ними». Я ему сказал, вернут мне долг, И деньги ты получишь срок. Я всем звонил, мне дали телефон. На том конце лишь тихий фон. Никто руки не протянул. И ненадолго я уснул. И снится сон. Отец мой на дороге. И говорит, сынок, нуждаешься ты в Боге. Один Господь готов тебе помочь. Ты не гони молитву, прочь. Проснулся тут же. А что случилось? Как будто все переменилось. Все ходят будто вверх ногами. Хотел я встретиться с друзьями. Решил без Бога разобраться. И стал я местью наслаждаться. Но я в тюрьме. Таков конец. А перед взором мой отец. И понял. Виноват я сам. И слезы лились по щекам. Но не раскаялся. Не, не смирился. И слышу голос. А ты молился. Один охранник наш то охранял. Отца сказал, он моего знал. Мне жаль, что здесь ты оказался. В убийстве хорошо, что не сознался. Я знаю, ты не убивал. Тебя твой друг оклеветал. Чтоб деньги долг не отдавать. Искусно научился лгать. Отца ты сильно оскорбил, когда из дома уходил. Хочу спросить. Ты жил без Бога. И где закончилась дорога? Как будто нож вонзили в спину. Взглянул я на того мужчину. Он тот, кто правду мне сказал. А как друзья мои. Не лгал. Теперь я знал, что выйду на свободу. Хотел сказать тогда всему народу. Нельзя. Нельзя года так прожигать. За все придется отвечать. Но я освободился. И пошел в город. Он был по-прежнему не очень дорог. Увидел там среди людрей. Всех пятерых своих друзей. Но я подошел. А друг отвернулся. Другой спросил. А что вернулся? Да без денег ты не нужен нам. Иди, пожалуйста, к свиням. Я им сказал. Верните долг. Они сказали, что за торк, какие деньги, что за вздор. Закончил глупый разговор. Нам стыдно, что ты рядом с нами. Не называй на всех друзьями. Э, верните деньги. Мирно попросил. И тут удар в лицо я получил. Пошел я к девушке домой. Лицо разбито. Знаете, мысли рой. Дверь позвонила. Она открыла. Привет. Привет. Ты ж меня любила. Да, любила. Деньги не тебя. Бойфренд есть новый у меня. А ты? Иди. Паси свиней. И дверь заклопнулась за ней. Услышал я ее слова. На грудь упала голова. И пустота, и свет немил. Предательство сполна я ощутил. Без денег, без друзей, без Бога, лишений испытал я очень много. Работать в детстве не любил. А грех как воду жадно пил. И помню, шел один я по дороге, размышлял слух о Боге. Но зачем позволил благ меня лишить, а о прощении не думал попросить. Увидел я на улице свиней, и вспомнились слова моих друзей. Без денег ты не нужен нам. Иди, пожалуйста, к свиням. Быть может, звери так не поступают. Ну, упавших на дороге не бросают. А я один остался на пути, и всем остальным со мной не по пути. Никто работы не давал. Я помню, сильно замерзал. Не имели ноги, потом руки. И главное, душевные терзали муки. Из тех, кому я доверял, руки никто мне не подал. Вот так мы дружбу оценяем, а любовь за деньги покупаем. Я понял, мне не надо жить. Хотелось руки наложить. Но вспомнил своего отца. И слезы, слезы капали с лица. Впервые в жизни я склонился. И так усиленно молился тому, кого вообще не знал. А его я Богом называл. Не стал скрывать греховный нрав. Отец! Отец, да, ты был прав. Мне трудно жить, и нету сил. И искренне прощения попросил. Прости за грех непослушания, что в жизни есть негодование. Прости, отца я оскорблял. А он меня благословел. Прости, Господь, за грех блудодеяния. Готов нести я наказание. Прости, что каждый день и ночь святые мысли гнал я прочь. Прости, Господь, что эти годы в грехе я проводил и не видел всходы. Прости, Господь, что нет плода. А годы уже не вернуть никогда. Прости, Господь, возьми в удел, я в море жизни на мель сел. Ну, с отцом дай время погремириться. Тебе я одному хочу молиться. Я долго плакал, молился вслух, не видел никого вокруг, а только Бог. И я один, Иисус теперь мой Господин. Свершилось в жизни покаяние, а сердце полное ожидания. Отец, отец, я сын твой блудный. Мой путь домой был очень трудный. Поднялся, помню я, с колена. В душе настала перемена. Поднялся и пошел домой, где ждет отец любимый мой. Я в мысли слух перебирал, себя в тот миг не узнавал. Не сможет, если он простить. Пусть разрешит ему служить. Я помню, по дороге побежал, споткнулся обо что-то и упал. Ну, не сильно так, а в ушах был звон. Я вспомнил про отцовский телефон. За это время батарея села, но заедите ее простое дело. По памяти я номер набирал и тихо-тихо голод ждал. И слышу в трубке, приходи домой. Ты сын по-прежнему любимый мой. Я ждал, когда ты позвонишь, а лучше в дверь ты постучишь. Не передать словами, что я пережил. Отец давно меня простил. Еще сказал, чтоб быстро возвращался. Я по дороге рысью мчался. Остановился возле дома на дороге. Отца увидел на пороге. И сердце защемило сразу. Отец ведь не предал меня ни разу. Обнялись. Я сказал, прости. А он велел одежду принести. Кольцо на палец мне надели. Я подумал, все на самом деле. Но все происходит будто не со мной. В окно я вижу, брат идет домой. Остановился внутрь, не заходит. Один слуга к нему подходит и рассказал, что я вернулся. Мой брат от злости поперхнулся. Велел слуге отца позвать. Я тихо оставался ждать. Потом услышал разговор, который помню до сих пор. Отец мой с братом говорил, а тот его за все корил. Твое наследство промотал, а мне козленочка не дал. Сын, ну все, что мое, твое. А брат твой получил свое. Ведь долю он твою не брал, свою лишь только промотал. Ты можешь сейчас наследство взять и это сейчас так же промотать. Бог преподнес ему урок. Хочу, чтобы взял это в толк. Ему ведь очень тяжело, не очень жизни повезло. Ты меньше грязи в жизни видел. За что ж его возненавидел? Я слушал, затаив дыхание, а сердце разрывалось от рыдания. Ведь Бог меня давно простил. А брат грехи не отпустил. Как, может, в жизни поступаем, когда проступки не прощаем? Да, Бог простил, а мы не можем. А как мы грешнику поможем? Мы, братья в церкви, все святые. А как же те все остальные? Те блудные сыны. Куда им возвращаться? Должны мы с ними повстречаться. Хочу сказать, умей мириться и радостью своей делиться, когда приходит грешник к Богу. Спеши к нему ты на подмогу. Любовь и дружба. Только в церкви. Вы, братья и сестры, в это верьте. Друг другу. Очень мы нужны. Давайте будем все дружны. Хочу, чтобы домом дорожили. Из церкви в мир не уходили. А кто ушел, пускай вернется. И лицом к Иисусу повернется. Нет лучше места на планете. Да и, пожалуй, во всем свете, чем церковь. Господа Христа. Хвалой наполните уста. Аминь, братья и сестры.